Сегодня в Ульяновской области завершился первый в истории нашего региона фестиваль детских духовых оркестров. Его назвали Соборная площадь и заключительный гала-концерт прошел сегодня именно здесь. Несмотря на ветреную погоду, перед зрителями выступили и духовые оркестры, и другие коллективы, в частности, объединенный тысячный хор. Сам же фестиваль длился три дня, и выступления проходили не только в Ульяновске, но и в Корсуне, Майне, Семгелее, Индзе и Димитровграде. Вчера было очень много мне обратной связи от моих коллег-начальников отделов культуры районов со словами благодарности. И в адрес Федерального министерства культуры, в адрес Ассоциации духовых оркестров. Вот эти духовые отделения музыкальных школ, начиная там с блок-флейточек и заканчивая оркестрами, они реально, цифры пошли вверх. Прием в музыкальные школы страны, школы искусств у нас потихонечку увеличивается. Если два года тому назад только Московская консерватория могла сказать с гордостью, что у нас полностью комплектована кафедра духовых инструментов, то в этом году уже не одна Московская консерватория. В фестивале это еще и уникальный шанс на других посмотреть и себя показать. С этой целью в Ульяновск приехали десятки больших и малых коллективов из многих регионов страны. Одни исполняют современную музыку, у других в основе репертуара классические произведения. Но главное же почувствовать себя частью того самого братства духовых оркестров, объединения, которое постоянно растет. Мне приятно, что ульяновские музыканты нас приняли, нас признали. И еще характерно, вчера идем по городу вечером уже, идет женщина, говорит, вы музыкант, как было вчера здорово, мол, вы прекрасно вчера сыграли, было здорово. Вот это тоже была оценка такая вот вроде бы от публики. Уже сейчас организаторы начинают продумывать концепцию второго фестиваля детских духовых оркестров. Вполне возможно увеличатся и временные рамки, и количество участников. В нынешнем же году в фестивале приняло участие около 250 человек.